Добрый день дорогие подписчики, не снимали долго видосов, кто как-то подмарился или нет, это приехал в село, он с батяшком, дед не на пасе, что ты дед, гусенят? Гусе и пасе. Ну, пока сили трохи, пока заходили по городам, хотел рассказать про пасику, вот мы с батяшком сейчас пополакаем и посоветуемся, то люди звонят, спрашивают про мед, який мед там надо куплять, чьи цветы гречка, есть уже греченый жемец? Не, не, вряд ли, да? Не, потому что сейчас гречки мало, ну в этом году, ну что я бы хотел сказать про мед. Мед, кажут, сахар там бодяжит, на сегодняшний день, я думаю, никто его не бодяжит, то раньше у кого был халявный сахар, а сейчас, чтобы его купить, перерабатывать, я думаю, смысла нет. Но я не гарантирую, что это точно там, что нет смысла, но хочу сказать такие вещи. Ну, вчера в интернете там появилось на фейсбуке Сашка Бородин, семья из Рубежного, ну, занимается пасикой. Сашка Бородин как-то уже в моих стихах пролетал, что за поля переживает только один. Это старый наш знакомый, он работал в агрофирме, там, помощником директора, а потом молодец Сашко занялся пасекой. На сегодняшний день пару сотен уликов, я думаю, ДРЖ, пчелосемей. И занимается, стоит пасека в рудовке, и есть разнотравия, всякие меды. Кто и, например, кто-то хочет из подписчика, там много земляков из-за границы и везде. Я думаю, что Сашка делает, сможет сделать и эти, ну, выслать этот мед. Вот, на сегодняшний день это не проблема, кто хочет ароматы рудовки там понюхать. У него пасека перевозна, переездна. Он может также выехать на колесах, где цветы, там и Сашко. Я думаю, что молодец, и мед у него один из лучших. У него есть разные, думаю, разные тары. Ну, конечно, человек занимается этим делом. Так что, кому интересно, заходите, семья на фейсбуке, кажется, семья из рубежного занимается пасекой. Подивайтесь, там супругой занимается пасекой. Я смотрю, там есть маркетинговый ход у них, что он там трохи рекламирует. Хотя, ну, я, а то все скажут, что я там рекламой занимаюсь. Не, я не кушал его мед, но я уверен, что Сашке смысла нема, его там не бодяжит, ничего. Кроме этого есть и брат у меня занимается, тут Алексей Криворотов с пасекой. Тоже нормальный мед. Но, что там, настоящий, ненастоящий, ну, я не знаю таких. У меня нет таких знакомых, чтобы занимались, чтобы сахаря варили мед. Ну, и с отец тоже занимались не один год пасекой. Но я скажу, что сахаря водяжит сахар для меда, это, ну, не знаю. Мы таким не занимались, я считаю, что это ерунда. Так же? Да. Так что, кому земляки интересно, много людей за границей, хочется попробовать настоящую мытку, ну, типа, с деревни, чтобы пахло селом нашим, нашими травами. Я привозил часто мед из лесхоза. У нас в лесхозе тоже, кстати, есть пасека. Очень вкусный мед. Моей маме больше нравится даже той. Там чуть-чуть присутствует, говорит, хвоя, хотя хвоя там далеко. Ну, вот так она оценила. Качество хорошее. Много брали моих и подписчиков, и друзей моих брали. Мед в лесхозе. Красота. Я беру даже сейчас, вот, прошлогодний мед, він ничем не хуже всего годишнего. Ну, в этом году мы еще не качали в лесхозе. Но будем качать, приезжайте обязательно. Чуть дешевле и вкуснее. Вкусный, привкусный. Женя тоже молодец, хорошо занимается там человодством. Я думаю, что сахар, ну, даже в головину вкладывается, зачем это делать. Да, подкармливать, как корм надо на зиму. Ну, так, чтоб, не знаю. Мы не гарантируем. Ну, вот я же говорю, Сашка Бородин, заходите, смотрите. Публикации его. Я говорю, что на сегодняшний день один из лучших, я думаю, производителей меда в нашем регионе. Много людей начало заниматься пасекой. Но специалистов таких, я думаю, надо вообще поискать. Так что не рекламирую, но говорю, что можно... Сашка может выслать в любую страну, я думаю, в любые регионы. То есть, я говорю, я думаю, я думаю. Ну, я уверен, что на сегодняшний день это не проблема. Если есть у вас денежки, там, хоп, заказал, пара этот, переслали, да и все. Может, есть фитоконтроль какой-то, ну, все, ерунда. Так что по медам. Гречиха. Может, да есть у нас сейчас нема. Это спрашивал Олег Петрович у меня про гречаный мед. Но он есть. Я его не вижу, но он есть. Да, на сегодняшний день фальсификата можно сделать и гречих, и с яблок, и с чего хочешь мед. Но я говорю, обращайтесь к нормальным пчеловодам, таким как Сашка. Алексей Криворота, вот брат мой, занимается. Тоже люди занимаются настоящими медами. Да, есть такие люди, которым не нужна ни реклама, ничего. Они продают десятками тонн. Он их там свой клиент, они розницей не занимаются. Ну, тут смотрю по Бородино этой публикации, что люди согласны продавать и в розницу, и этот. Так что обращайтесь, дорогие подписчики. Зайдите, посмотрите их там страничку, я думаю, что она тоже есть. Опять же, я говорю, я думаю, что это как заклинуло. Так, ну вот такой по меду. Мед в этом году, пасечники кажут, очень тяжелый. Так бы сказать, не было таких, что там открываешь задвижку и ручьем льется. Нема. Некоторые еще не качали по-нормальному, не качали еще мед. Говорят, будем качать уже перед подсолнухом. Подсолнух только-только начнет зацветать, после только начнут качку. Так что, кому интересно по меду, обращайтесь, звоните, я говорю, найдете Сашку. Если вас уже там заинтересует, напишите мне в комментариях, я найду ее номер телефона. А если вам очень интересно, то могу даже съездить на пасеку, снять ее пасеку и показать вам пасеку. Она тут недалеко. Созвонюсь, покажу. Я думаю, интересно, многие подписчики хотят настоящего меда, Рудовского. Так что, пишем комментарии, кому интересно, говорю, может ссылочку там оставлю, может номер телефона лучше всего оставлю, позвоните и Сашка обеспечит вкус их медом. Если будет интересно, посмотрю в комментах, съездю, поснимаю и пасеку, и покажу, и Сашка, и сколько меда, и какой он есть. И он лучше расскажет, как и качество, или прошлогодние есть меды, может какой-то мед. Вы же знаете, что мед не пропадает, может лежать и 100 лет, и 2, и 1000 лет. И на это ничего не повлияет, на качество. Так что, вот так, дорогие подписчики, обзор по меду уже сделал. Синов, трошки бурьяны синов, бурьяны покосы, вон трохи обсохло, сейчас обтрусюсь. Я буду с дедом сейчас еще что-то делать. Так что, подписываемся на мой канал, ставим лайки, на звездочку. Сниму, покажу. Так что, подписываемся на мой канал.